Глава следующая Он сразу заметил одну странность В облицованных желтым камнем стенах не было ни одного окна Зато одна из стен была зеркальной Из-за чего освещенный яркими галогенными лампами зал Казался значительно больше, чем был на самом деле Собравшиеся в зале люди тихо переговаривались И разглядывали листы с машинописным текстом, развешанные по стенам Несмотря на то, что татарский стоял в дверях совершенно голым Собравшиеся не обратили на него особого внимания Разве что равнодушно поглядели двое или трое Татарский много раз видел по телевизору практически всех, кто находился в зале Но лично не знал никого, кроме Фарсукаси и Фульфарсейкина Стоявшего у стены с бокалом в руке Еще он заметил секретаршу Азадовского Аллу Занятую разговором с двумя пожилыми плейбоями Из-за распущенных белесых волос она походила на немного грешную медузу Татарскому показалось, что где-то в толпе мелькнул клетчатый пиджак морковина Но сразу же потерял его из виду Иду, иду, долетел голос Азадовского И он появился из прохода в какое-то внутреннее помещение Прибыл! Че у дверей стоит? Заходи, не съедим Татарский пошел ему навстречу От Азадовского попакивало венцом В галогенном свете его лицо выглядело усталым Где мы? спросил Татарский Примерно сто метров под землей район Останкинского пруда Ты извини за повязочку и все дела, просто перед ритуалом так положено Традиции, мать их, боишься? Татарский кивнул, и Азадовский довольно засмеялся Плюнь, сказал он, это все туфта Ты пока прогуляйся, посмотри новую коллекцию Два дня как развесили, а у меня тут пара важных терок Он поднял руку и щелчком пальцев подозвал секретаршу Вот Аллаке и расскажет Это Вован Татарский Знакомы? Покажи ему тут все, ладно? Татарский остался в обществе секретарши Откуда начнем осмотр? спросила она с улыбкой Отсюда и начнем, сказал Татарский А где коллекции? Так вот она, сказала секретарша, кивая на стену Это испанское собрание Кого вы больше любите из великих испанцев? Это, сказал Татарский, напряженно вспоминая подходящую фамилию Веласкеса Я тоже без ума от старика, сказала секретарша И посмотрела на него холодным зеленым глазом Я бы сказала, что это сервант из кисти Она аккуратно взяла Татарского за локоть И, касаясь его голой ноги высоким бедром Повела к ближайшему листу бумаги на стене Татарский увидел на нем пару абзацев текста и синюю печать Секретарша близоруко нагнулась к листу, чтобы прочесть мелкий шрифт Так, как раз это полотно Довольно малоизвестный розовый вариант портрета инфанты Здесь вы видите нотариальную справку, выданную фирмой Oppenheim & Randler О том, что картина действительно была приобретена в 17 миллионов долларов в частном собрании Татарский решил не подавать в виду, что его что-то удивляет Он, собственно, и не знал толком, удивляет его что-то или нет А это, спросил он, указывая на соседний лист бумаги с текстом и печатью О, сказала Алла Это наша жемчужина Это Гоя Мотив Махи с веером в саду Приобретена в одном маленьком Кастильском музее Опять-таки, Oppenheim & Randler Не даст соврать Восемь с половиной миллионов Изумительно Да, сказал Татарский Правда Но меня, честно говоря, гораздо больше привлекает скульптура, чем живопись Еще бы, сказала секретарша Это потому, что в трех измерениях привыкли работать, да? Татарский вопросительно посмотрел на нее Ну, трехмерная графика С бабками этими А, сказал Татарский Вы вот про что Да, и работать привык, и жить Вот и скульптура, сказала секретарша И подтащила Татарского к новому бумажному листу Где текста было чуть побольше, чем на остальных Это Пикассо Керамическая фигурка бегущей женщины Не очень похожа на Пикассо, вы скажете? Правильно Но это потому, что посткубистический период Тринадцать миллионов долларов почти Можете себе представить? А сама статуя где? Даже не знаю, пожалуй, плечами секретарша Наверное, на складе каком-нибудь А если посмотреть хотите, как выглядит То вон каталог лежит на столике А какая разница, где статуя? Татарский обернулся Сзади незаметно подошел Азадовский Может, и никакой, сказал Татарский Я, по правде сказать, первый раз сталкиваюсь с коллекцией такого направления Это самая актуальная тенденция в дизайне, сказала секретарша Монетаристический минимализм родился, кстати, у нас в России Иди погуляй, сказал ей Азадовский и повернулся к татарскому Нравится? Интересно Только не очень понятно А я объясню, сказал Азадовский Это гребанное испанское собрание стоит где-то, ну, 200 миллионов долларов И еще 100 тысяч на искусствоведов ушло Какую картину можно, какая будет не на месте В какую последовательность вешать и так далее Все, что упомянуто в накладных, куплено Но если привезти сюда эти картины и статуи А там еще гобелены какие-то есть и доспехи Тут пройти будет негде От одной пыли задохнешься И потом, честно сказать, ну, раз посмотрел на эти картины, ну, два А потом что-то нового увидишь Ничего Именно Так зачем их у тебя держать? А Пикассо этот, по-моему, вообще мудак полный Здесь я не вполне соглашусь, сглотнув, начал сказал Татарский Или, точнее, соглашусь, но только начиная с пускубистического периода Я смотрю, ты башковитый, сказал Азадовский А я вот не рублю Да и нафига это надо? Через неделю уже французская коллекция будет Вот и подумай, в одной разберешься, а через неделю увезут, другую повесят Опять что ли разбираться? Зачем? Татарский не нашелся, что ответил Вот я и говорю, незачем, констатировал Азадовский Ладно, пошли, пора начинать Мы потом сюда еще вернемся, шампанского выпить Развернувшись, он пошел к зеркальной стене Татарский последовал за ним Дойдя до стены, Азадовский толкнул ее рукой Вертикальный ряд зеркальных блоков, бросив на него Электрический блик, бесшумно повернулся вокруг оси В возникшем проеме стал виден сложенный из грубых камней коридор Ходи, сказал Азадовский Только пригнись здесь, потолок низкий Татарский вошел в коридор, и ему стало еще холоднее от сырости Когда же одеться дадут, подумал он Коридор был длинным, но Татарский не видел, куда он ведет Было темно Иногда под ноги попадал острый камушек, и Татарский морщился от боли Наконец, впереди забрежил свет Они вышли в небольшую комнату, обшитую вагонкой Которая напомнила татарскому раздевалку перед тренажерным залом Собственно, это и была раздевалка, о чем свидетельствовали шкафчики у стены И два пиджака, висевшие на вешалке Кажется, один из них принадлежал Саше Блон Но Татарский не был уверен до конца У того было слишком много разных пиджаков Из раздевалки был второй выход Темная деревянная дверь с золотой табличкой На которой была выгравирована ломаная линия, похожая на зубьепилы Татарский еще со школы помнил, что так выглядит египетский иероглиф быстро Он запомнил его только потому, что с ним была связана одна смешная история Древние египтяне, как объяснял учитель, делали все очень медленно И поэтому короткая зубчатая линия, обозначавшая быстро Становилась в надписях самых великих и могущественных фараонов Очень длинная и даже писалась в несколько строк Что означало очень-очень быстро Вокруг умывальника висело три похожих на распоряжение неведомой администрации Листа с машинописным текстом и печатями Татарский, впрочем, догадался, что это никакие не распоряжения Скорее всего, часть испанского собрания А одна из стен была занята стеллажом С маленькими пронумерованными ячейками В которых лежали бронзовые зеркала и золотые маски Такие же точно, как и у Задовского в приемной Чего, сказал Азадовский, расстегивая пиджак Спросить, что ты хочешь? А что это за бумаги на стенах? Спросил Татарский Тоже испанское собрание? Вместо ответа Азадовский вынул свой сотовый телефон И нажал единственную кнопку на клавиатуре Алла, сказал он Тут к тебе вопросы Он дал телефон Татарскому Слушаю, сказал в трубке голос Аллы Спроси ее, что у нас в предбаннике Сказал Азадовский, стаскивая майку А то я забываю все время Здравствуйте, смущаясь, заговорил Татарский Это опять Татарский Скажите, а вот эта экспозиция в предбаннике Что это такое? Это совершенно уникальные экспонаты Сказала секретарша Об этом нельзя говорить по мобильной связи Татарский зажал трубку рукой Она говорит, это не для телефона Скажи, что я разрешил Он разрешает, повторил Татарский Ну хорошо, вздохнула секретарша Номер один Элементы ворот и штар из Вавилона Львы и серуфы Официальное место хранения Британский музей Заверены группой независимых экспертов Номер два Львы Борельеф из фигурного кирпича и эмали Улицы Шествий, Вавилон Официальное место хранения Британский музей Заверены группой независимых экспертов Номер три Эбих Иль – сановник из Марии, а официальное место хранения – Лувр. Эбих Иль переспросил татарский и вспомнил, что видел фотографию этой статуи из Лувра. Ей было несколько тысяч лет, а изображала она маленького хитрого человечка, выточенного из блестящего белого камня, с бородой, странной пушистой юбки, похожей на шорты галифе. «Вот этого я особенно люблю», – сказал Задовский, спуская штаны. «Наверное, просыпался каждое утро и говорил, ай, бих Иль всех, и поэтому всю жизнь был одинок, совсем как я». Он открыл шкафчик и вынул из него две необычные юбки, не то из перьев, не то из взбитой шерсти. Бросив одну из них татарскому, он натянул вторую поверх красных трусов Келвин Кляйн, из-за чего немедленно сделался похож на перекормленного страуса. «Давай телефон», – сказал им. «Ты чего ждешь-то?» «Приодевайся. Потом возьмешь эти железки и входи». «Можешь брать любую пару, только чтобы намордник по размеру подходил». А Задовский взял из ячейки маску и зеркало, звякнул ими друг от друга, поднял маску и поглядел на татарского сквозь глазные прорези. Маленькое золотое лицо неземной красоты, словно вынырнувшее из толпы ряженых на карнавале в Венеции, настолько не соответствовало его рыжеволосому бочкообразному туловищу, что татарскому стало страшно. Довольный произведенным эффектом, Азадовский засмеялся, открыл дверь и исчез в полосе золотистого света. Татарский стал переодеваться. Юбка, выданная Азадовским, была сделана из шитых между собой кусков длиннорунной овчины, приклеенных к нейлоновым адидасовским шорхом. Кое-как нацепив ее на себя, если бы татарский не видел статую Эбихиля, он ни за что бы не поверил, что древние жители Междуречия действительно носили что-то подобное. Он надел маску, сразу сильно надавившую на лицо, и взял в руку зеркало. Золото и бронза были, несомненно, настоящими. Это было ясно даже по весу. Выдохнув в воздух, как перед прыжком в холодную воду, он толкнул двери с зубчатым знаком. Комната, в которую он вошел, ослепила его золотым сиянием стены пола, освещенных студийными софитами. Выложенные листами металла стены уходили вверх, образуя плавно утончающийся конус, как будто это был пустой церковный купол, позолоченный изнутри. Прямо напротив двери помещался алтарь. Кубический золотой постамент, на котором лежал массивный хрустальный глаз с эмалевой роговицей и зеркальным зрачком. На полу перед алтарем стояла золотая чаша, а по бокам от него возвышались два каменных серуфа, покрытые остатками росписи и позолоты. Над глазом висела плита из черного базальта, очень древняя по виду. В самом ее центре был выбит египетский иероглиф быстро, а вокруг помещались замысловатые фигуры. Татарский различил странного пса с пятью ногами и женщину в высокой тиаре, которая возлежала на чем-то вроде кушетки с чашей в руках. По краям плиты были изображены четверо животных жуткого вида, а между псом и женщиной из земли поднималось какое-то растение, похожее на россянку, только его корень почему-то разделялся на три длинных ответвления, каждое из которых было помечено непонятным значком. Азадовский в золотой маске, юбке и красных купальных тапочках сидел на складном табурете неподалеку от алтаря. Зеркало лежало у него на колене. Больше никого в комнате татарский не увидел. «Во!» — сказал Азадовский, поднимая вверх большой палец. «Вид, что надо!» «Чё, стремаешься?» «Ты только в измену не уходи, не думаешь, что мы тут ебанутые!» «Мы лично все это по барабану, но если хочешь быть в нашем бизнесе, без этого нельзя!» «Ну, короче, я тебе сейчас все примерно объясню на пальцах, а если подробнее у нашего главного спросишь, он подойдет сейчас». «Да и главное, проще к всему относись!» «Спокойнее!» «В пионерлагеря ездил?» «Ездил», — ответил татарский, отметив про себя этого главного. «Ну, был у вас там такой день Нептуна, когда всех в воду окунали?» «Был». «Вот считай, что это для тебя такой же день и есть. Традиция!» «Короче, базар такой же была когда-то одна древняя богиня. Ну, я не в том смысле, что она реально была, а просто такая легенда. А боги по этому базару тоже смертные и носят все свою смерть чисто как люди. Поэтому в свой срок эта богиня тоже должна была умереть. А ей этого, понятное дело, не хотелось. И тогда она разделилась на свою смерть и на то, что не хотела умирать. Видишь на картинке?» А Задовский ткнул пальцем в сторону барельефа. «Вот это собачка, ее смерть! А это баба в кивере, это она сама вот тут. Короче, дальше ты, слушай, не перебивай, потому что я тут сам не особо въезжаю». Когда они разделились, между ними сразу началась война, в которой никто долго не мог победить. Последняя битва в этой войне произошла прямо над Останкинским прудом, то есть там, где мы сейчас находимся, только не под землей, а высоко в воздухе. Поэтому считается, что здесь священное место. Сначала в этой битве долго никто не мог победить, а потом этот пес стал одолевать богиню. И тогда другие боги испугались за себя, вмешались и заставили их заключить мир. Здесь как раз все зафиксировано. Это что-то вроде текста мирного договора, который засвидетельствован со всех четырех сторон света этими быками и грифонами, подсказал татарский. Да. А глаз и ухо означают, что все видели и все слышали. Короче, поэтому договор достался обоим. Богиню по нему лишили тела и опустили чисто по понятиям. Она стала золотом, но не просто металлом, а в переносном смысле. Вот прямо до понятия. Ну, понимаешь? Не очень. Не мудрено вздохнул татарский Азатовский. Короче, она стала тем, к чему стремятся все люди, но не просто, скажем, грудой золота, который где-то лежит, а всем золотом вообще. Ну, как бы идеей. Теперь понял. А ее смерть стала хромым псом с пятью лапами, который должен вечно спать в одной далекой стране на севере. Ты, наверное, уже догадался, где именно. Вон, справа, видишь, нога вместо хуя. Не дай бог такую во дворе повстречать. А как эту собаку зовут, спросил татарский. Хороший вопрос. Я, если честно, не знаю. А что ты спрашиваешь? А я читал что-то похожее в статье из университетского сборника. А что именно? Долго рассказывать, ответил татарский, «Я всего и не помню». Про что статья-то? Про нашу контору? Татарский догадался, что начальство шутит. «Нет», — сказал он, «про русский матф». Там было написано, что матерные слова стали ругательствами только при христианстве, а раньше у них был совсем другой смысл. И они обозначали невероятно древних языческих богов. И среди этих богов был такой хромой тос-пиздец с пятью лапами. В древних грамотах его обозначали большой буквой «п» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, и пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, он наступает. И поэтому у нас земля не родит, Ельцин — президент и так далее. Ну, про Ельцина, понятно, не в курсе, а так все очень похоже. И еще было написано, что самое близкое понятие, которое существует в современной русской культуре, это детская идиома «гамовер» «гамовер» от английского «геймова». «Да по-английски я понял», — сказал Азадовский, не дурак. «Я не понял, кому этот пиздец наступает». «Не то чтобы кому-то или чему-то, а всему». Поэтому, наверное, остальные боги и вмешались. Я специально спросил, как эту собаку звали, думал, может быть, это транскультурный архетип. «А как богиню зовут?» «Ее никак не зовут», — перебил голос сзади, и татарский обернулся. В дверях стоял фарсук Сейфуль Фарсейкин. Он был одет в длинные серые плащи с капюшоном, из-под которого поблескивала золотая маска, и татарский узнал его только по голосу. «Ее никак не зовут», — повторил Сейфуль Фарсейкин, входя в комнату. «Когда-то давно ее звали Иштар, но с тех пор ее имя много раз менялось. Знаешь такой бренд «Ноунейм»? И по хромой собачке та же картина, а все остальное ты правильно понял». «О, давай ты, фарсук, поговори с ним», — сказал Азадовский, «а то он и без нас все знает». «То это ты, интересно, знаешь», — спросил Фарсейкин. Так ответил татарский мелочи. «Вот, например, этот зубчатый знак в центре плиты. Я знаю его смысл». «И какой же этот смысл?» «Быстро по-древнеегипетски». Фарсейкин засмеялся. «Да», — сказал он, — «нестандартно». «Обычно новые члены думают, что это шоколад МНД». На самом деле это символ, указывающий на одно очень древнее и довольно туманное изречение. Все древние языки, в которых оно существовало, давно мертвы, и на русский его даже сложно перевести. Нет соответствующих глосс. Зато в английском ему точно соответствует фраза маршала Маклухана. «The Merium is a message». Посредних — это послание. Поэтому мы расшифровываем этот знак как две соединенных буквы «М». То есть не только мы, конечно. Такие алтари Silicon Graphics поставляют вместе с рендер-серверами. «Так эта плита не настоящая?» «Почему?» «Самая настоящая», — ответил Фарсейкин. «Базальт, три тысячи лет. Можешь потрогать». Я, правда, не уверен, что этот рисунок всегда значил то, что он значит сейчас. «А что это за россянка между богиней и псом?» «Это не россянка. Это дерево жизни. Еще это символ великой богини, потому что одна из ее ипостасей — дерево с тремя корнями, которое расцветает в наших душах. У этого дерева тоже есть имя, но его узнают только на самых высоких стадиях посвящения в нашем обществе». «А что это за общество?» спросил Татарский. «Чем занимаются его члены?» «Можно подумать, ты не знаешь». «Ты уже сколько времени у нас работаешь?» «Вот всем этим его члены и занимаются». «Как оно называется?» «Когда-то давно оно называлось Гильдией Халдеев», ответил Фарсейкин. «Но так его называли те, кто в нем не состоял, а только про него слышал». «Мы сами называем его обществом садовников, потому что наша задача — пестовать священное дерево, которое дает жизнь великой богине». «Давно это общество существует?» «Очень давно». «Говорят, что оно действовало еще в Атлантиде, но мы для простоты считаем, что оно пришло из Вавилона в Египет и оттуда к нам». Татарский поправил сползшую с лица маску. «Понятно», — сказал он. «Оно что, занималось строительством Вавилонской башни?» «Нет, вовсе нет. Мы не строительная контора. Мы просто слуги великой богини». «Если пользоваться твоей терминологией, мы следим, чтобы пиздец не проснулся и не наступил. Это ты правильно понял». «Я думаю, ты понимаешь, что в России на нас лежит особая ответственность. Пес спит именно здесь». «А где именно?» «Повсюду», — ответил Фарсейкин. «Когда говорят, что он спит в снегах, — это метафора. А то, что несколько раз в этом веке он почти просыпался, уже нет». «Так че ж нам все время чистоту опускают?» Фарсейкин развел руками. «Человеческое легкомыслие», — сказал он, подходя к алтарю и снимая с него золотую чашу. «Сиюминутные расчеты, близоруко понятая конъюнтура. Но до конца нам ее никогда не опустят, не бойся, за этим тщательно следят. А сейчас, если ты не возражаешь, перейдем к ритуалу». Приблизившись к татарскому, он положил руку ему на плечо. «Встань на колени и сними маску». Татарский послушно опустился на пол и снял маску с лица. Фарсейкин окунул палец в чашу и провел на лбу татарского мокрый зигзаг. «Ты есть посредник, и ты есть послание», — сказал он. И татарский понял, что линия на его лбу сдвоенная «М». «Что это за жидкость?» — спросил он. «Собачья кровь. Символику, надеюсь, не надо объяснять». «Нет», — сказал татарский, поднимаясь с полом. «Не дурак, читал кое-что». «Что дальше?» «Теперь ты должен заглянуть в священный глаз». Почему-то татарский вздрогнул, и Азадовский это заметил. «Да не бойся ты», — смешался он. «Через этот глаз великая богиня узнает своего мужа. А поскольку муж у нее уже есть, то это простая формальность. Смотришься в глаз, выясняется, что ты не бог-мордука, и мы спокойно работаем дальше». «Какой бог-мордук?» «Ну или не мордук», — сказал Азадовский, в немая из-под юбки пачку мальборо и зажигалку. «Не важно, это я так». «Форсук, ты объясни ему, ты владеешь, а я отъеду в страну настоящих мужчин». «Это тоже мифологемы», — сказал Форсейкин. «У великой богини был муж, тоже бог, самый главный из всех богов, которого она поила любовным напитком, и он уснул в святилище на вершине своего зиккурата. А поскольку он был бог, то и сон у него такой, что... Ну, в общем, дело путанное, но весь наш мир со всеми нами и даже с этой богиней ему как бы снится. И великая богиня постоянно ищет того, кому она снится, потому что только через него она обретает свою жизнь. А поскольку найти его нельзя, у нее есть символический земной муж, которого она сама выбирает. Татарский покосился на Азадовского. Тот кивнул головой и выпустил сквозь ртовое отверстие маски аккуратное колечко дыма. «Угадал», — сказал Форсейкин. «Сейчас он. Для Лени, конечно, довольно напряженный момент, когда кто-то другой заглядывает в священный глаз. Но пока все обходилось. Давай!» Татарский подошел к глазу на тумбочке и опустился перед ним на колени. Синяя эмалевая роговица была отделена от зрачка тонким золотым ободком, а сам зрачок был темным и зеркальным. Татарский увидел в нем свое искривленное лицо, изогнутую фигуру Форсейкина в темном катышоне и распухшее колено Азадовского. «Софит поверните», — сказал кому-то Форсейкин. «Так он не разглядит, а надо, чтобы на всю жизнь запомнил». На зрачок упала яркая полоса света, и Татарский перестал видеть свое отражение. Вместо него появились размытые золотое мерцание, словно он только что несколько минут смотрел на заходящее солнце, а потом закрыл глаза и увидел его заблудившийся в нервных окончаниях отпечаток. «И что я должен был разглядеть», — подумал он. «Сзади произошла быстрая суета, что-то металлическое тяжело звякнуло о пол и раздался хрип. Татарский мгновенно вскочил на ноги, отпрыгнул от алтаря и обернулся. Сцена, которую он увидел, была настолько нереальна, что он даже не испугался, решив, что это часть ритуала. Саша Бло с малютой в пушистых белых юбках и болтающихся на груди золотых масках душили Азадовского желтыми нейлоновыми прыгалками, стараясь держаться от него как можно дальше. А Азадовский, выпучив бараньи глаза обеими руками изо всех сил, тянул к себе тонкую нейлоновую струну. Силы, увы, были неравными. На его прорезанных ладонях выступила кровь, окрасившая желтую нить, и он упал сначала на колени, а потом на живот, накрыв грудью свалившуюся маску. Татарский успел заметить момент, когда выражение удивления и оторопи, направленных на него в глазах Азадовского, пропало, не сменившись никаким другим. Только тогда он понял, что если это и было частью ритуала, то совершенно неожиданно и для Азадовского. «Что такое? Что происходит?» Спокойно, сказал Фарсейкин. «Уже ничего не происходит. Все уже произошло». «Зачем?» – спросил Татарский. Фарсейкин пожал плечами. «Великая богиня устала от мезальянса». «Откуда вы знаете?» На священном гадании в Атланте Оракул предсказал, что у Иштар в нашей стране появится новый муж. С Азадовским у нас давно были проблемы, но вот кто этот новый, мы долго понять не могли. Про него было сказано только то, что это человек с именем города. Мы думали, думали, искали, а тут вдруг приносит из первого отдела твое личное дело. По всем понятиям выходит, что это ты и есть. «Я?» Вместо ответа Фарсейкин сделал знак Саше Бло и Малюте. Те подошли к телу Азадовского, взяли его за ноги и поволокли из алтарной комнаты в раздевалку. «Я?» – повторил татарский. «Да почему я?» «Не знаю, это ты у себя спроси. Меня вот богиня почему-то не выбрала. Как бы звучало? Человек, оставивший имя...» «Оставивший имя?» «Я вообще из поволжских немцев. Просто когда университет кончался, телевидение разнарядка пришла на чурку корреспондентом в Вашингтон. А я комсомольским секретарем был, то есть на Америку первой в очереди. Вот мне на Лубянке имя и поменяли. Впрочем, это не важно, выбран ты. А вы бы согласились? Почему нет? Ведь как звучит? Муж великой богини. Должность – чисто ритуальная, обязанности никаких, а возможности широкие, можно сказать, любые. Но все, конечно, от воображения зависит. У покойного уборщица каждое утро ковер кокаином из ведра посыпала. Ну, дач себе настроил, картин каких-то накупил. А больше ничего я не придумал. Я же говорю, мезальянс. Отказаться я могу? Не думаю, сказал Фарсейкин. Татарский поглядел в дверной проем, за которым происходило что-то странное. Малюта с Сашей Бло укладывали Азадовского в контейнер в форме большого зеленого шара. Его неестественно согнутое тело было уже внутри. Из открытой дверцы толчала волосатая нога в красном тапочке, которая никак не хотела влезать внутрь. Что это за шар? Тут коридоры длинные и узкие, ответил Фарсейкин. Нести замучаешься, а катить очень удобно. И когда на улицу выкатываешь, ни у кого никаких вопросов. Это Сеня Велен перед смертью придумал. «Какой был дизайнер!» И ведь тоже из-за этого идиота пропал. «Как бы я хотел, чтобы Сеня все это видел!» «А почему он зеленый?» «Не знаю!» «Какая разница?» «Ты, Вован, не ищи во всем символического значения, а то ведь найдешь на свою голову!» В раздевалке раздался тихий хруст и татарский поморщился. «Меня тоже когда-нибудь задушат?» Спросил он. Фарсейкин пожал плечами. «Мужья великие богини, как ты понял, иногда меняются. Но это часть профессии. Если не наглеть, то вполне можно дотянуть до старости. И даже на пенсию выйти. Ты, главное, если сомневаешься в чем, сразу ко мне и советы мои слушай. Первый будет такой. «Ты, когда Козадовскому в кабинет переедешь, убери этот ковер прококаиненный. А то по городу слухи ходят, какие-то совершенно левые люди на прием ломятся. Зачем все это?» «Ковер-то я уберу, а вот как мы всем остальным объясним, что я в его кабинет переезжаю?» «Им ничего объяснять не надо. Все сами понимают, других у нас не держат». Из раздевалки выглянул малюта, который уже успел переодеться. Он на секунду поднял глаза на Татарского, сразу же отвел их и протянул Фарсейкину мобильные телефоны Задовского. «Выкатывать?» – деловито спросил он. «Нет», – сказал Фарсейкин, – «закатывать». «Чего глупые вопросы задаешь?» Дождавшись, пока металлический гул в длинной норе коридора стихнет, Татарский тихо спросил. «Фарсок Карлович, скажите мне по секрету». «Да?» «Кто всем этим на самом деле правит?» «Мой тебе совет, не суйся, – сказал Фарсейкин, – «дальше будешь живым богом». «Да, если честно, и сам не знаю, а столько лет уже в бизнесе». Он подошел к стене за алтарем, открыл ключом потайную маленькую дверцу и нагнувшись, вошел внутрь. За дверцей зажегся свет, и Татарский увидел большую машину, похожую на раскрытую черную книгу с двумя вертикальными цилиндрами из матового стекла по краям. На черной плоскости, повернутой к Татарскому, белело слово «Компьюэр», и незнакомые символы перед машиной стояло кресло, вроде зубоврачебного, с ремнями и фиксаторами. «Что это?» — спросил Татарский. «3D-сканер». «Зачем?» «Снимем с тебя облачко». «А без этого нельзя?» «Никак. По ритуалу ты становишься мужем великой богини только после того, как тебя оцифруют. Превратят, так сказать, в визуальный ряд». «И что потом во все клипы и передачи будут вставлять?» «Как Азадовского?» «Это твоя главная сакральная функция». «У богини действительно нет тела, но есть нечто, что заменяет ей тело». «Во своей телесной природе она является совокупностью всех использованных в рекламе образов, и, раз она являет себя посредством визуального ряда, ты, чтобы стать богоподобным, тоже должен быть преображен. Тогда вы будете изметь возможность мистически шлиться. Собственно, ее мужем станет именно твоя 3D-модель, а сам будешь как бы регент, что ли. Иди сюда». Татарский нервно поежился, и Фарсейкин засмеялся. «Да не бойся ты, это не больно, когда сканируют. Как в ксероксе, только крышкой не закрывают». «Пока что не закрывают». «Да ладно, шучу, шучу. Давай быстрее, а то нас наверху ждут. Торжественный вечер, твоя, так сказать, презентация. Расслабишься в узком кругу». Татарский последний раз посмотрел на базальтовую плиту собак и богини и решительно нырнул в дверцу, за которой ждал Фарсейкин. Стены и потолок комнатки были выкрашены в белый цвет, и она была почти пуста. Кроме сканера, в ней помещались стол с панелью управления и несколько картонных ящиков от какой-то электроники у стены. «Фарсух Карлович, вы слышали про птицу Симург?» спросил Татарский, садясь в кресло и укладывая руки на подлокотники. «Нет, а что это за птица?» «Была такая восточная поэма», сказал Татарский. «Я ее сам не читал, слышал только. Про то, как тридцать птиц полетели искать своего короля Симурга. Прошли через много разных испытаний, а в самом конце узнали, что слово «Симург» означает «тридцать птиц». «Ну и что?» спросил Фарсейкин, втыкая черный штепсель в розетку. «Да так», сказал Татарский. «Я вот подумал, а может наше поколение, которое выбрало пепси... Вы ведь тоже в молодости выбрали пепси, да?» «А что делать-то было?» пробормотал Фарсейкин, щелкая переключателями на панели. «Ну да, мне одна довольно жуткая мысль пришла в голову. Может быть, все мы вместе, и есть эта собачка с пятью лапами. И теперь мы, так сказать, наступаем?» Фарсейкин, поглощенный своими манипуляциями, явно пропустил эти слова мимо ушей. «Так», сказал он, «сейчас замри, не моргай. Готов?» Татарский сделал глубокий вдох. «Готов», сказал он. Машина зажужжала, и белые матовые лампы по ее краям зажглись ослепительным светом. Конструкция, похожая на раскрытую книгу, стала медленно поворачиваться вокруг оси, в глаза татарскому ударил белый луч и на несколько секунд он ослепил. «Склоняюсь перед живым богом», торжественно сказал Фарсейкин. Когда Татарский открыл глаза, Фарсейкин, опустив лицо, стоял перед креслом на коленях и протягивал ему маленький черный предмет. Это был телефон Азадовского. Татарский осторожно взял его в руки и внимательно рассмотрел телефон. Выглядел, как обычный маленький Филлипс, только на нем была всего одна кнопка в виде золотого глаза. Татарский хотел спросить в курсе Лиала, но не успел. Поклонившись, Фарсейкин поднялся на ноги и попятился к выходу и деликатно закрыл за собой дверцу. Татарский остался один. Встав с кресла, он подошел к дверце и прислушался. Ничего слышно не было. Видимо, Фарсейкин был уже в раздевалке. Татарский отошел в дальний угол комнаты и осторожно нажал кнопку на телефоне. Алло, тихо сказал он в трубку. Алло. Склоняюсь перед живым богом, отозвался голос Аллы. Какие на сегодня распоряжения, шеф? Пока никаких, ответил Татарский, с удивлением чувствуя, что новая роль дается ему без всяких усилий. Хотя нет, знаешь, Аллочка, кое-что все-таки будет. Во-первых, пускай ковер в кабинете свернут. Надоел. Во-вторых, чтобы в буфете с этого дня только Кока-Колы и никакой пепси. В-третьих, малюта у нас больше не работает. Да, потому что нам тут нужен, как собаке пятая нога. Сценарий так и чужие портит, а потом на бабки попадаем. И ты, Аллочка, запомни, когда я чего говорю, ты не спрашиваешь, почему, а берешь на карандашик, поняла? Вот и хорошо. Закончив разговор, Татарский попытался нацепить телефон на пояс, но овчина и бехилевки была слишком толстой. Несколько секунд он раздумывал, куда его сунуть, а потом вспомнил, что сказал не все и нажал на золотой глаз снова. И вот еще что сказал он, совсем забыл. Позаботьтесь о Ростроповиче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Глава завершающая. 3D-дублер Вавилена Татарского появлялся на экране несчетное число раз, но сам Татарский, вспоминая пролетевшие как бы во сне былые дни, любил пересматривать только несколько пленок. Первая пресс-конференция офицеров ФСБ, получивших приказ на реквидацию известного бизнесмена и политика Бориса Березовского. Татарский в глухой черной маске сидит за уставленными микрофонами столом крайней слева. Вторая похорона телекомендатора Фарсука Сейфуль Фарсейкина при странных обстоятельствах, задушенного прыгалками в подъезде собственного дома. Татарский в черных очках и с черной повязкой на рукаве целует безутешную вдову и бросает на полузасыпанный гроб зеленый бильярдный шар. Происхождение следующего сюжета малопонятно. Это выполненная скрытой камерой оперативная съемка разгрузки американского военно-транспортного самолета «Геркулес Си-130», севшего на ночной Красной площади. Из самолета выносят множество картонных коробок с надписью «Электроник Экипмент» и необычным логотипом, небрежно прочерченным контуром молочной железы такого размера, какой достигается только установкой силиконового протеза. Татарский в форме ОМОНовца мерзнет в отцеплении. Следующее его появление всем известно. Это Степан Разин на лобном месте в монументальном клипе для шампуня «Head and Shoulders». Слоган «Снявши голову, по волосам не плачут». Значительно менее известный клип, тоже снятый на Красной площади. Это показанная несколько раз по петербургскому телевидению реклама Кока-Колы, изображающая слет радикальных фундаменталистов всех главных мировых конфессий. Татарский изображает одетого во все черные евангелисты из Эльбукерки, Нью-Мексико, и яростно растоптав пустую банку пепсикола, он поднимает руку, указывает на кремлевскую стену и произносит стих из псалма номер 14. «И там они томятся в великом отчаянии, ибо Господь с поколением праведников». Многим запомнилось его появление в клипах для водки «Лжеборис II» и быстросупа «Кармино Бурану». Но сам Татарский отчего-то не держал их в своей коллекции. Нет неизнаменитой рекламы московской сети магазинов «Гэп», где Татарский снялся вместе со своим заместителем Марковиным. Марковин, расшитый золотом джинсовой куртки, прохаживается в витрине магазина, а одетый в военную телогрейку Татарский швыряет в бронированное стекло кирпич, выкрикивая «Под Кандагаром было кроче!» Слоган «Enjoy the Gap». Но его самая любимая видеозапись, после просмотра которой, как шепотом рассказывала секретарша Алла, на глазах у него выступали слезы, вообще ни разу не была показана по телевизору. Это незаконченный клип для пива Туборг под слоган «Ставиатор». Вариант для региональных телекомпаний «Ште-авиатор». В котором анимирована известная картинка с одиноким странником. Татарский, в распахнутой на груди белой рубахе, идет по пыльной тропинке под стоящим в зимите солнцем. Внезапно в голову им приходит какая-то мысль. Он останавливается, прислоняется к деревянной изгороди и вытирает платком под солба. Проходит несколько секунд, и герой, видимо, успокаивается. Повернувшись к камере спиной, он прячет платок в карман и медленно идет дальше к ярко-синему горизонту, над которым висят несколько легких высоких облаков. Ходили слухи, что был снят вариант этого клипа, где по дороге один за другим идут 30 татарских, но так это или нет, не представляется возможным установить. Все мысли, которые могут прийти в голову при чтении данной книги, являются объектом авторского права. Их нелицензированное обдумывание запрещается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok